всем привет мы продолжаем серию быстрых десертов сегодня мы сделаем шарлотку не шарлотку мы сделаем сегодня открытый тарт но сделаем его быстро я расскажу как я уже заранее порезал яблоки крупным куском неважно как вы можете сами на свое усмотрение их порезать но лучше если это будет не дольки не слайсы а именно кусочки нужно их начали обжарить культура зажгли бросаем сливочное масло именно сливочное потому что выпечки вкуснее сливочное кусочек сюда сливочного масла должно быть много потому что это все-таки выпечка даже несмотря на то что у нас она будет вместе с яблоками из яблок будет выходить сок пиктин масло как раз все это будет объединять как только масло у нас за шипела сразу сюда выкладываем яблоки яблок не жалейте как говорил старый еврей для того чтобы получился вкусный пирог добавляем сахара по вкусу в принципе на такой довольно большой объем яблок нам мне понадобится примерно где-то ну вот три ложки сахара дальше попробуем посмотрим может быть добавим еще яблоки обжариваем яблоки домашние деревенские кривенькие все были ящик вырезал кучу всего но зато аромат от них просто бомбический просто сумасшедший пахнет пахнут яблочки их будет пирожок вкусный но и сливочное масло сахаром тоже дает свой яркий аромат но для того чтобы у нас выпечка была выпечкой давайте чуть-чуть добавим ванильного сахара рылся у себя на полочке со специями нашел немножко ванильного сахара смотрите сахар расплавился появилась такая глазурь что не говори ваниль делает любое кондитерское изделие каким-то таким теплым мягким в зимний вечер конечно прям самое подходящее аромат ванили может быть немножко кто-то любит добавит корицы яблоки у нас жарятся примерно где-то 2 максимум 3 минуты потому что иначе они у нас могут раскваситься вы их немножечко обжарили потом с огня убирайте переходим к тесту какой пирог у нас без теста немножко муки дрожжевое тесто выкладываем именно дрожжевое пышное что было мягкое классное распределяем вот так вот и немного надо раскатать для того чтобы раскатать можно взять скалку но вы знаете как повара чаще всего пользуются пленочным рулоном потому что во первых скалку можно с собой например и не взять на какое-то мероприятие да а пленка у повара всегда с собой в машине я вас уверяю у меня лично валяется целый рулон пленки но понятно что вы можете использовать конечно же и скалку можно использовать бутылку из-под вина раскатываем так чтобы примерно примерно из этого куска у нас получился круг диаметром смотрим диаметр а вот таким диаметром у нас и должен быть с диаметром сковороды кладем быстренько отрезали кусок теперь мы уберем в руки не боимся когда-нибудь я стану знатным пицца и закрываем яблоки которые находятся у нас в сковороде мы их вот так закрываем полностью понимаете почему должен быть по размеру сковороды затем смазываем тесто яйцом для того чтобы получить красивую глянцевую корочку получится у нас красивый пирог простонародье называется пирог перевертыш то есть мы делаем какую-то начинку обжариваем ее на сковороде потом закрываем тестом дрожжевым или без дрожжевым слоеным и отправляем духовку таким образом мы можем приготовить вообще любой пирог с тыквой с манго с чем угодно со сливами только нужно еще чуть-чуть нам вот чего сахара прям берем сахаром посыпаем 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 сахаром посыпаем и отправляем духовочку 1 2 убираем ручку и закрываем 190 градусов 15 минут супер красота у нас получилось его конечно в идеале нужно было бы взять накрыть тарелкой и перевернуть но там горячая карамель и чтобы не обжечься давайте попробуем его все-таки переложить руками то есть мы берем сам пирог горячий опа перекладываем сюда теперь его заполняем яблоками которые у нас есть в сковороде заливаем все это соответственно той карамелью которую нас образовалась от яблок сливочного масла сахара и сахара с ванилью поливаем соусом ничего страшного если тесто с этой стороны немного размокнет это вообще великолепно для украшения я приготовил черный виноградик прям раскидываем вот так чтобы во первых было красиво во вторых виноград очень хорошо подчеркивает яблоко не зря же вы видите что у многих производителей соки называются яблочно-виноградные потому что они схожи сами по себе но учесть тот факт что черный виноград очень сладкий поэтому ваш пирог получается гораздо вкуснее вкуснее намного когда у вас есть черный сладчайший виноград следующий этап нашего приготовления это маскарпоне вот смотрите вы бы могли взять и использовать мороженое в идеале на горячем пироге конечно мороженое лучше всего но честно признаюсь у меня короче нет мороженого дома я что-то не стал вас дополнительно покупать я же говорю что я чаще всего использую те продукты которые есть у меня в холодильнике делаем вот такую книг потом делаем вторую и третью вообще маскарпоне такой сладко сливочный сыр что очень он вкусный получается вместе с пирогами с какими-то не зря же его кондитеры очень любят и он зачастую чаще всего встречается кондитерских изделиях так 3 кнельку мы сюда кладем для украшения мы используем такую вот садовую яркую мяту красивую как я говорил простые быстрые рецепты выручают нас в разных ситуациях я надеюсь что вам понравился мой рецепт и вы будете следить за мной дальше потому что я вам буду позже рассказывать еще разных вкусностях в том числе сладких приятного аппетита